Девушки отдыхают Девушки отдыхают Взять хотя бы вот этот перевернутый штопор Это недоступно больше ни одному из стоящих на вооружении самолетов И он не просто в строю, он уже успел побоевать в Сирии И вот сегодня этот пришелец и завтра герой военной приемки Только в этой программе и только зрители телеканала «Звезда» Впервые увидят, как Су-35С готовят к химической войне И как эти машины несут службу в зоне, граничащей с Америкой Рядом тихий океан В случае любой нештатной ситуации надо быть готовым к приводнению Мы покажем вам все, что перестало быть секретным Прицельное бомбометание Пуск ракет И уникальная система радиоэлектронного подавления Только сегодня мы покажем вам, как самолет испытывают И как его строят И главное, мы наконец объясним, за счет чего эта машина Может уйти от страшного ракетного удара в спину Чтобы такого, как в Турции, больше не повторилось Это фильм про самый мощный российский боевой истребитель Про Су-35, телеканала «Звезда» продолжает цикл программ «Военная приемка» О самом современном российском оружии О людях, которые его создают И о тех специалистах, кто, имея доступ к секретным документам И за дня в день контролирует самые важные И потому самые закрытые военные проекты страны Это Дальний Восток, Комсомольск-на-Амуре Военный аэродром «Дземге» Именно сюда поставили самую первую партию самых современных российских истребителей Вот он идет, красавец Су-35С Это случилось два года назад С тех пор Су-35С успели тут и опробовать, и освоить Но такие масштабные съемки для самолета Почтители премьера Конечно, его можно было увидеть раньше И на выставках, и на парадах Но только в военной приемке Разрешили познакомиться с истребителем По-настоящему близко Навестить родительский дом Завод имени Гагарина Закрытый испытательный аэродром Увидеть, как только что собранные самолеты Выводят из ангаров Как проводят предполетные проверки всех систем И, конечно, главное, зачем мы приехали в Комсомольск Поснимать Су-35С в деле, то есть в небе То, что вы видите, это учебный полет Но в истории истребителя бывали и боевые вылеты В сирийском небе работает четыре Су-35С Казалось бы, совсем немного И все же они успели стать легендой Говорят, в Сирии, когда взлетает Су-35 Ф-16 предпочитают оставаться на месте Да, Ф-16 предпочитают не взлетать Вот, чтобы в воздухе не столкнуться Именно с этой грозной боевой машиной Специалисты скажут Это некорректно Сравнивать маленький юркий Американский Ф-16 С большим и грозным русским Су-35С Истребители разного класса Это все равно, что поставить рядом на одну трассу Гоночную легковушку и грузовик Но есть тут одно но Наш русский грузовик в небе носится так, что легковушкам за ним просто не угнаться Наши русские витязи и на Су-27 обходили американцев Вот витязи демонстрируют колокол Но Су-35С выполняет колокол и быстрее, и легче А это петля Нестерова в исполнении витязей Так вот, Су-35С способен не просто закрутить петлю Он крутит эту петлю на месте Это скорее уже кувырок или даже сальто Но и это еще не все Перед вами трюк, который демонстрирует только Су-35С Управляемый плоский штопор Причем этот штопор перевернутый вверх ногами Но если взять классический вариант Обычный, не перевернутый штопор То такой разворот на 360 градусов В горизонтальной плоскости Без потери скорости Дает в бою то самое преимущество Которое расселяет жизнь и смерть Вот сейчас эти три самолета Три Су-35 Стоят как раз тем самым треугольником Который русские витязи Исполняют в небе на огромных скоростях И вот самое удивительное Если бы у нас была возможность Все то же самое сделать Не здесь, на земле А во время полета Вы бы увидели, что расстояние между крыльями Точно такое же, как сейчас Метр с небольшим То есть можно запросто в полете Перепрыгнуть с крыла на крыло Вот что значит управляемость Су-27 и Су-35 Мы не случайно сегодня сравниваем Две эти машины Ведь внешне они почти не отличаются В основе один и тот же планер Но внутри разница колоссальная Ведь Су-35 сразу создавали по принципу Брать на борт только лучшее Помните, когда этот истребитель появился в Сирии? Ответ после того, как турецкий F-16 Устроил засаду на наш Су-24 Так вот, наш сегодняшний герой Су-35С не просто может ответить на такой Неожиданный и даже подлый удар На этот случай у него целый набор ответных мер Весь список засекречен, но кое-что рассказать можно Берем пример вот этой сирийской ситуации Сзади выпускают ракету в спину Да Высота предельно малая Да, предельно малая Что он делает? Здесь включается форсаж Включается режим маневра И самолет выходит вверх Как бы вращаясь А ракета уже к этому времени Пока он делает вот эту вот фигуру Вращаясь Ракета проскакивает вперед А за ним она не пойдет? Не пойдет, у нее не хватит кинетической энергии Дело в том, что ракета В отличие от самолета Как говорят, поддать газку не может А Су-35С только этого и ждет И вот сейчас специально для нас Летчик комсомольского авиаполка Будет взлетать в режиме форсаж Для чего используется это в реальном бою? Чтобы взлетать с максимальным вооружением И на максимально загруженных топливных баках Мы приобрели в моторе Еще один орган управления Это управляемое сопло Которое сейчас нами вписано В контруправление Некоторые режимы Вообще можно только делать С таким двигателем То есть двигателем с управляемым соплом Например, короткий взлет С поврежденных полос Похожую систему Сухой отрабатывает на самолете Пятого поколения Т-50 И вот тут надо объяснить В авиастроении есть правило 50% Если на новом самолете Применить больше половины технологических новинок Он, скорее всего, не полетит Создатели ПАК-ФА это хорошо понимали Поэтому прежде чем сделать скачок От истребителей четвертого поколения Таких как Су-27 В пятая К Т-50 Построили сначала Су-35 Истребитель поколения 4++ Собирают Су-35 В тех же цехах Где и самолет пятого поколения Т-50 Вот сейчас на этом месте Идет сборка Хвостовой части фюзеляжа Из чего сделан этот истребитель? Вот Все несущие конструкции Сделаны из титана Он серого цвета Желтый Это дюраль То место, куда я сейчас погружаюсь Здесь позже будет установлен двигатель И вот На Су-35 Сделано то, чего раньше не было на других самолетах Несмотря на высокие температуры Здесь поставили дополнительный топливный бак Вообще Это особенность всех современных истребителей Ставить топливные баки Во всех конструктивных пустотах Эту задачу пытаются многие решить Но что мы видим? Если брать ближайших конкурентов из четвертого поколения Нет, но дальность полета французского Рафаля Две тысячи километров У шведского Гриппина Две тысячи триста У англо-германско-итальянского Тайфуна Две тысячи пятьсот шестьдесят У американского Ф-18-2-700 И только у русского самолета Су-35 Абсолютно рекордный показатель Три тысячи шестьсот километров А вот эта емкость в крыле Это тоже топливные баки? Да Немного помещается топлива в крылья? Семьсот семь километров Почти тонна Но эта тонна же будет в полете гулять влево-вправо Ну для этого у нас для балансира Необходим так называемый ППУ Пенополиуретан Топливо попадает сюда, как бы застаивается Южа не болтается Пенополиуретан все равно, что обычная губка Керосин, налитый в него, не накапливает взрывоопасных паров Такой бак с ППУ, даже если в него попадет пуля, не загорится Как вы думаете, что делают инженеры наземных служб После того, как истребитель приземлился? Делают они вот, что подходят к воздухозаборнику И лезут вот туда, к двигателю Кстати, как шутят летчики, объясняя принцип Работы реактивного двигателя Отсюда сосет, вот туда дует Так вот, для этого и лезу, чтобы посмотреть Не насосало ли сюда чего-то ненужного Камушков, железосых, прочего мусора Чтобы вот эти лопатки ротора были в идеальном состоянии До взлета эти двигатели прогревают Разгоняют И только тогда самолет можно считать готовым к полету И вот сегодня у нас есть уникальная возможность полетать на реальном боевом истребителе К сожалению, в режиме тренажера Хотя, может быть, и к счастью Так, пристегиваться мы не будем А подогнать сиденье подросток стоит Вот в чем особенность Су-35 Сразу после взлета Мы можем перевести этот истребитель в автоматический режим И все, начиная с этого момента Летчик, в прямом смысле этого слова Может сидеть в кабине с высотой поднятыми руками И получать удовольствие В этот момент машина движется согласно полетному заданию Но и это еще не все В том самом районе, куда мы направили машину Мы можем посмотреть, нет ли там сейчас вражеских целей Мы подводим перекрестье Задаем цель Направляем самолет к этому объекту И дальше он точно так же Автоматически, без помощи пилота Движется к этой цели Нам остается дождаться только команды на пуск ракет Как Су-35С работает с ракетами Об этом позже А пока получим удовольствие от пилотирования Это вам любой летчик скажет В авиацию идут не для того, чтобы летать на автопилоте И вот еще одна новинка Специально для Су-35 Создали абсолютно новые органы управления Это в машине у вас как минимум две педали Коробка переключения передач, руль, поворотники Множество других кнопок А здесь всего-навсего две ручки, два рычага На них выведены и управление двигателем, и пилотирование, и пуск ракет И пушка, и наведение на цель Ну, разве не произведение искусства? На ручки перевели органы управления, которых нет на других самолетах Поначалу это кажется сложно Но со временем летчики, как профессиональные пианисты Приучаются пальцами чувствовать каждую кнопку Получается, что только большой палец отвечает за раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кнопок Ну, тренировкой, все достигается тренировкой Проведение, качественное проведение тренажей на земле перед полетом При подготовке к полетам, соответственно Все отрабатывается на земле А теперь представьте, что у вас в руках вот такое летающее пианино Но клавиши становятся то очень тугими, то наоборот мягкими В зависимости от перегрузок Так вот, конструкторы предусмотрели решение и этой проблемы Более того, на новом истребителе впервые в нашей авиации реализован принцип «ведущий, ведомый» Это когда самолеты летят в группе И командир этой группы прямо из своей кабины Может управлять любой из летящих по соседству машин Командирский самолет имеет данные о каждом самолете в группе О том составе вооружения, которое он несет О том количестве топлива на борту, которое имеется у этого самолета Самолет командира или его комплекс Выдает ему наиболее оптимальное распределение целей По самолетам, соответственно, эскадрильи или звена При этом сам командир, естественно, может вмешаться в этот процесс И перераспределить или переназначить цели между своими самолетами А может просто поднять руки И наблюдать за тем, как эту задачу решает его бортовой комплекс Вот еще одна особенность истребителя Су-35 То, чего раньше не было ни на одном другом военном самолете Вот эти желтые полоски, которые светятся в ночи И расположены они и на крыльях, и на келях, и в хвостовой части, и в носу И обозначают габариты самолета Называются это строевые огни И вот тут возникает вопрос А зачем вообще самолету нужны габаритные огни? Ведь это не машина, которая ночью движется по трассе И своими габаритными огнями обозначает размеры И таким образом предотвращает столкновение В кого вообще можно врезаться в небе? Ответ простой Врезаться можно в своих И вот эти строевые огни нужны для того, чтобы идти группе ночью В режиме, внимание, радиомолчания В Су-35С и в Сирию летели группой С одной стороны так спокойнее Всегда можно друг за друга постоять Но есть еще одна хитрость Когда вы летите плотным строем На радаре ваша группа отображается одной единственной точкой И это дезориентирует противника Конечно, такую схему отрабатывали и раньше Но теперь этот тактический прием можно использовать и ночью Эти съемки мы проводили в Комсомольске на Амуре Пока весь мир следит за тем, как идет борьба с террористами На Ближнем Востоке, здесь на Дальнем Пилоты Су-35С отрабатывают ночные полеты и ночные бомбометания Плюс к этому никто не отменял задачу по охране границы Именно летчики комсомольского полка и именно на Су-35С Круглые сутки сидят на низком старте Чтобы в случае чего взлететь на перехват Все мы знаем, что солдат в армии по тревоге должен одеться за 45 секунд Пока горит спичка Так вот, в случае с авиацией времени 2 минуты Но и одежды здесь в 2 раза больше Что ж, проверим на старт Внимание, марш! Тревога! Поехали! Надо заметить, что переодеваться на перегонки с опытным летчиком Затея заведомо проигрышная Я еще комбинезон надеваю, а пилот уже бежит к самолету Еще немного приходится повозиться с ботинками Они здесь тоже непростые Их подошва из пробки Чтобы в случае попадания в воду ноги не тянуло ко дну А сами ботинки жестко крепятся к комбинезону Для чего? А для того, чтобы в случае катапультирования не вылететь из самолета в оси А ведь это вполне возможно Достаточно посмотреть на испытания катапультных кресел Су-35С Вот в таком виде летчик не выходит А именно выбегает на боевое дежурство В этот момент на нем ВМСК Высотный морской спасательный костюм Дело в том, что это Дальний Восток Рядом Тихий океан И в случае любой нештатной ситуации Надо быть готовым к приводнению И неважно, зима или лето Этот костюм надевают всегда И вот в чем достоинство самолета Су-35 В том, что в этом костюме Наконец появилась вентиляция То, чего раньше не было И поэтому летом в нем гораздо комфортнее, чем было раньше Теперь осталось самое главное Сесть в пилотное кресло, пристегнуться, надеть маску и закрыть фонарь Как и все прочее снаряжение на Су-35С Спасательный морской костюм Здесь тоже проходят испытания В том числе и в воде Пилот прыгает в воду В этот момент он должен надуть две емкости Похожие на спасательный круг И поддуть капюшон Теперь, когда мы показали спасательный костюм Летчика-пограничника Не грех продемонстрировать Мускулы самолета Что у нас есть во время боевого дежурства Это по три ракеты с каждой стороны Это настоящие боевые ракеты? Да, это настоящие боевые ракеты Данная ракета Р-27Т То есть тепловая, с тепловой головкой самонаведения Для чего она используется? Для атаки в заднюю полусферу теплоконтрастных целей Вот эта вторая ракета, она для чего? Данная ракета радиолокационная Для уничтожения целей радиолокационных На большом расстоянии В этом смысле у ракеты и у спаскомплекта много общего Все надеются, что применять их не придется Но подготовить стоит На случай ближнего боя что есть? На случай ближнего боя есть Ракета Р-73 Вот эта? Вот эта данная Также с той стороны аналогично Также с тепловой головкой самонаведения Особенность ракеты в том, что Ей можно выстрелить даже с расстояния в 300 метров По меркам современной авиации Это вплотную к цели Как человек, полетавший на тренажере Су-35 Могу сказать, что стрельба ракетами в полете На сверхзвуковых скоростях Занятие не самое сложное Тебе и тут помогает машина Сначала одну ракету, потом вторую И теперь летчик точно так же может поднять руки И наблюдать за полетом А мы же можем подойти и посмотреть Куда полетели ракеты Мы поставили сейчас тренажер в такой режим Когда самолет сопровождает летящие ракеты Вот они, раз, два, две выпущенные нами ракеты И видим, что самолет двигается четко за ними Впрочем, все так легко и просто Когда до противника 100 километров Как у нас Но когда расстояние до врага измеряется метрами Вот тут на принятие решения Бывает и секунды не хватает Ради этой спасительной секунды Еще при советской власти Был разработан вот такой шлем С прицелом для ракет Именно в этих шлемах и дежурят сейчас Комсомольские летчики на границе То есть управление идет Или целью указания этой ракеты Осуществляется от головы летчика истребителя Или от головы летчика То есть правильно я понимаю Я поворачиваю голову вправо Головка тоже И чувствительный элемент головки самонаведения Поворачивается синхронно с головой летчика Именно так Это стеклышко, так похожее на монокль Позволяет направлять ракету точно в цель И кстати к вопросу о ближнем бое Именно на этот случай Помимо электронных новинок Есть на борту Су-35С Старая, добрая 30-миллиметровая пушка Но ударить из пушки Или запустить самонаводящуюся ракету Дело в общем-то не сложное Другое дело Попасть точно в цель Неуправляемой бомбой Вот это высший класс Завтра будете отрабатывать бомбометание, да? Да, завтра планируем полеты на полигон С практическим применением авиационных средств поражения Точность бомбежки какая? В навигационном режиме Точность очень хорошая Порядка до 2-5 метров По вашему опыту На самолетах, на которых раньше летали Можно было бы достичь такой же цели? Очень сложно Но чтобы называться истребителем поколения 4++ Надо больше, чем быстро летать и точно бомбить Современные войны Все чаще выигрывают не снаряды А системы радиоэлектронной борьбы Если говорить про появление этого истребителя в Сирии То тут еще большой вопрос Чем он напугал воюющие стороны? Говорят, вовсе даже не ракетами Которые на данном конкретном самолете отсутствуют Ракета вещь мощная, но предсказуемая Тут есть кое-что поинтереснее Вот комплекс радиоэлектронного подавления Действия этого комплекса на электронику противника Можно сравнить с действием слезоточивого газа на человеческие органы зрения Явных повреждений нет, но симптомы те же Слепота и дезориентация Станция радиоэлектронной борьбы Предназначена для подавления Всевозможного излучения Все понимают, что значит попасть под облучение Помимо потери ориентации Противник может банально облысеть Или, например, обнаружить у себя Что часть органов теряют свои функции В том числе и мужские Говорят, еще и по этой причине зарубежные самолеты Так боятся встречаться в бою с нашим героем Су-35С Правда говорят, что каждый его взлет, посадка отслеживается? Говорят, да Говорят, да, что каждый его взлет, посадка отслеживается И самолеты, как я уже сказал, именно зарубежных стран, коалиции То есть они стараются быть в стороне от этого самолета Если не секрет, в каком радиусе действия враг слепнет? Ну, эта информация достаточно закрытая Поэтому для выполнения боевых задач Значит, у него есть все В этом месте надо успокоить зрителя Наши пилоты на случай электронной атаки защищены Как? Технология не раскрывается А вот что касается химической атаки Здесь никаких секретов И хотя химическое оружие массово не применяется уже лет сто А подготовиться надо Вот сейчас на аэродроме Дземги отрабатывается эпизод С посадкой самолета на аэродром, где произошла химическая атака Летчик приземлился, ему сразу выдают вот такой Вот такой костюм Это химическая защита В этот момент летчик дышит еще тем кислородом, который сохранился у него в кабине И вот в данный момент пилот надевает противогаз Только после этого он приоткроет фонарь И через этот фонарь ему передадут ОСК в защитный комплект Одеваться приходится прямо в тесной кабине Там, конечно, не развернешься Но тут как в кино Жить захочешь, еще не так раскорячишься Летчику передают резиновые бахилы прямо в кабине Вот там он должен будет их надеть Здесь на земле остался резиновый плащ Резиновые перчатки Параллельно свою работу выполняют сотрудники аэродрома Впрочем, самой опасной угрозой для боевого самолета Является все-таки не отравляющий газ, а настоящий противник Будь то самолет, вертолет, зенитная или ракетная установка Волей-неволей здесь опять вспоминается трагедия Су-24 в ноябре 2015 Так вот тут, как у человека Чтобы не подставить спину под такой коварный удар Нужно иметь не только мощные кулаки в виде ракет Но и зрение В том числе и боковое Чтобы увидеть, кто и откуда собирается тебя ударить Правильно я понимаю, что сила этого самолета Вот как раз в этой штуке, в фазированной решетке Ну, можно, наверное, не без гордости сказать Что одной из изюминок этого самолета Такой его определяющей составляющей Определенной является именно Вот этот локатор с фазированной решеткой Значит, который по сравнению с самолетом Су-27 Увеличенной дальности Вот, который, к примеру, в той же ситуации, как мы говорили, в Сирии Позволил бы, естественно, на более больших расстояниях Обнаружить противника, значит, и помочь летчику предпринять определенные меры И снова небольшое сравнение Мощность радара европейского «Тайфуна» 100 километров Французского «Рафаля» 150 Американского «Ф-18» 200 километров И только Су-35С видит на 400 километров Да, радар на этом самолете Уникален Он в несколько раз по своим потенциальным характеристикам Превышает все радары, которые установлены Как на наших российских самолетах Так и на самолетах европейских и американских Причем я повторю в несколько раз Но у любого радара есть слабое место Радар видит только движущиеся цели Если мы хотим сбить вражеский объект в небе с расстояния в сотни километров Он должен пусть и медленно, но перемещаться Не сложно догадаться, что из боевых машин Самой недоступной целью будет вертолет Итак, мы начинаем эксперимент, с которым большинство истребителей мира Наверняка не справятся никогда Проверить, как работает мощный радар Су-35С Мы отправили нашего корреспондента Филиппа Рыбалка Испытывать дальнозоркость нашего истребителя Он будет на борту вертолета Ми-8 Не многие знают, но одна из самых тяжелых целей для самолета Это вертолет Ну что же, попробуем поиграть в Су-35 кошки-мышки Под винтом вертолета заснеженные леса и поля И никаких признаков Су-35 в небе Связь с летчиком истребителя по рации Сокол! 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 Сокол, Сокол! Слышите меня? Итак, Сокол, попробуйте определить, где мы сейчас находимся Наши координаты и, возможно, даже нашу скорость Вы находитесь на высоте 100 метров В районе населенного пункта Скорость 250 км в час Поверьте мне Увидеть на такой высоте И на такой скорости вертолет Это очень сложно Но радар Су-35С И здесь настигает цель Ну что же, усложним задачу Олег, подскажите наши действия сейчас Мы зависаем на высоте 20 метров Пытаемся спрятаться от истребителя Су-35 Потому что мы для него в этом положении Тяжелая цель, трудно Неподвижный вертолет в воздухе Для любого истребителя – невидимка Цель не движется Значит, на радарах ее нет Мы вас видим Вы встали Олег, нас обнаружили! Да, он все-таки нас обнаружил И мы возвращаемся на посадку Идем на базу Да, на этом радаре Есть специально разработанный нами режим Он так и называется Режим вертолет В котором мы можем сопровождать Не только летящий вертолет Но и висящий вертолет Секрет в том, что радар Су-35 Называется он Ирбис Распознает неподвижно висящий в воздухе вертолет По вращающимся лопастям При этом истребитель держит на мушке Сразу 30 воздушных целей Из них 8 Может обстреливать внимание Одновременно В дополнение к воздушным Ирбис ведет еще 4 наземных цели И все это параллельно Не отвлекаясь и не прерываясь Тоже рекорд Здесь было бы уместно провести Еще одно сравнение Европейский Тайфун Видит одновременно 10 воздушных целей Французский Рафаль Сопровождает 15 Американский Ф-18 Сопровождает 4 наземные цели Но в воздухе Держит на прицеле только 20 Напомню, наша цифра Значительно больше 30 Но и это еще не все Стоит напомнить, что все указанные нами Иностранные самолеты Способны одновременно атаковать Всего 4 цели А Су-35С сразу 8 Впрочем, Ирбис хорош не только в бою Но и в разведке Например, во время полета На территории противника Она позволяет осуществлять Картографирование местности Это своего рода электронная карта местности Эта карта – настоящая фантастика Вы летите в облаках И не видите ничего И вдруг, по вашей просьбе Истребитель подстилает под самолетом Земную поверхность в электронном виде И вашим глазам открываются дома Машины, улицы Теперь все это как на ладони Причем в реальном времени То есть, когда мы говорим 3D Представим такую ситуацию Вы летите по каньону в тумане Слева стена, справа стена Вы эти стены бы тоже видели? Да, я думаю, что буду видеть Конечно, чтобы следить за всеми этими системами Да еще при этом Пилотировать истребитель Понадобился бы Супермен Но Су-35С построен по принципу Один ум хорошо, а два лучше При этом, как ни печально для людей Ум пилота здесь на втором месте А на первом – электронный мозг В то время, как сам самолет Рождается в Комсомольске-на-Амуре Здесь, в Москве, создают Если так можно выразиться Самую умную его часть Которую позже поставят рядом с кабиной пилота Вот в этом черном ящике мозг Су-35 Позже через этот ящик пойдет информация И о полете, и о навигации, и о вооружении Данные с локаторов Но понятно, что прежде чем поставить Этот вычислительный центр на реальный истребитель Его надо проверить Вот мы видим, как проходит проверка этих приборов Отсюда вся информация стекается куда? Правильно? В кабину пилота И вот тут обращает на себя внимание Что в кабине Су-35 Нет ни одного аналогового прибора Да, вся информация летчику выдается На индикаторах со встроенными вычислителями На основе ЖК-матрицы Это значит, что теперь у нас один дисплей Вместо десятка приборов Насколько это удобно Легко понять нам, гражданским Для кого один экран смартфона или планшета Заменил десяток устройств На этом самолете большие информационные экраны Даже на перегрузках Все приборы читаемы Все многократно дублируется Все параметры полета Можно снять с любого экрана С лобового стекла То есть очень удобно для работы А теперь мы представим следующую ситуацию Что, например, вот в этот Главный для летчика монитор Ну, не то, что пуля попала Но произошло что-то подобное неприятное И монитор вырубается Смотрите, что будет происходить дальше Что происходит? Система резервировала Отказ одного индикатора И все-таки не слишком ли страшно Доверять так много жизненно важных органов Компьютеру А если сломается? Но на боевых самолетах в наши дни Дублируется абсолютно все И вместо одного электронного мозга Су-35-2 Точно так же, как здесь на стенде Все это говорит о том, что Су-35С не просто Переходное звено от четвертого поколения К пятому Все гораздо серьезнее Какую гарантию ваш завод дает На этот самолет? Предприятие дает гарантию на самолет Три года Значит, по сравнению с другими самолетами Опускаемыми нашей промышленностью Это увеличенная гарантия То есть вы хотите сказать Что на боевые истребители Три года больше никто, кроме вас, не дает? Кроме комсомольского завода И самолета Су-35 Ни на один самолет В нашей стране такой гарантии нет Три года — это срок гарантийного ремонта Как на автомобиле А вот срок службы Каждого Су-35С — 30 лет Конечно, в это время будут появляться Самолеты пятого поколения Вступят в строй ПАК-ФА Но Су-35 уже занял уникальную нишу Он лучший из того, что есть сейчас И при этом проще и дешевле всего Что будет дальше А значит, он незаменим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok